Сколько секунд можно использовать чужое видео? Друзья, вот старайтесь не использовать чужое видео вообще, потому что YouTube распознает уже не, то есть нельзя использовать чужое видео. Его можно использовать, если у вас какой-то образовательный канал и вы что-то показываете как пример. Например, если вы говорите о какой-то игре в игровом канале, то можно показать эту игру сбоку где-нибудь там, да, или какой-то отрывок игры и тогда это будет, а если вы целый ролик делаете по этой игре или там по какому-то чужому видео, то это не работает и вас заблокируют. Ну, к вам прилетит. Когда прилетит уже, именно поэтому мы вот когда начинали делать студию, я уже понимал, что YouTube будет гайки закручивать и вы должны быть как креатор, как автор делать свой контент, собственный контент, используя чужой контент. Но представьте, вот давайте грубо говоря, чтобы снять какой-то ролик, нам надо выехать на место и этот ролик снимать. Причем это задействована группа людей и день съемочной группы стоит там полторы тысячи долларов. И мы за это время снимаем там допустим пять роликов, а потом мы видим, что наши ролики используют другие люди. Как мы к этому будем относиться? Вот скажите. Конечно же мы будем требовать и оставить свои права. Так же самое и вы. То же самое и вы, когда вы что-то снимаете, вы готовитесь, вы ставите, вы делаете все и потом приходит кто-то и даже без вашего ведома. Вот мне самое большее, что меня раздражает, это без ведома, без спроса. Но придите, спросите. А можно мы возьмем? Конечно можно. Мне не жалко. Но скажите и поставьте ссылочку, что этот ролик был взят там в школе видеоблогеров. Нам не жалко. Но спросите. А когда берут и наши еще, мы разные бывают случаи, да? Почему? Потому что мы очень ждем вот этого контент-айди, аналога контент-айди, когда мы будем понимать, кто уже взял наш контент. Для чего? Потому что когда еще берут и начинают продавать наш контент, закрывая его там, закрыты какие-то классы. Ну, потому что люди... Я еще раз повторю одну простую вещь. Элементарную вещь. Информация сейчас стоит ноль. Ничего. Она вся есть в открытом доступе. Просто вы не умеете ее искать. В школе видеоблогеров есть огромное количество роликов. И когда вы покупаете какой-то курс, сначала посмотрите нашу школу. И там все то, что вы купите в этих платных курсах, каких-то там супер-пупер рекомендациях и методичках о том, как сделать успешный канал, вы найдете в школе. Потому что банально сделать успешный канал, это надо... Там одно простое правило. Надо херачить. Надо делать долго-долго-долго и не ждать, что вы там будете звездеть. Об этом мало кто говорит. Потому что если вам скажут, что вам за двадцать тысяч рублей продадут один совет. Хочешь сделать канал? Надо работать днями и ночами. Вы, конечно, не дадите двадцать тысяч рублей. Вам продают упаковку и вашу мечту. Поэтому, если вы хотите брать чужое видео, то сначала спросите и задумайтесь. Я все время своих учеников и своих сотрудников учу. Поменяйтесь местами. Всегда меняйтесь местами. И скажите, как бы я себя поменял, повел, если бы мое видео взяли. Или там, да? И пытались еще на этом заработать. Потому что еще очень важный момент, да? С какой целью вы взяли? Потому что, если вы взяли кусок видео и вставили его и продали клиенту, это вообще получается, ну... Понятно, да? Поэтому я считаю, что тут неправильно говорить, что типа три секунды можно, а пять секунд нельзя. Чужое видео брать нельзя. Если вы хотите взять, то спросите разрешение и объясните для чего. Напишите письмо там. Здравствуйте, уважаемая там, Екатерина. Хочу взять ваш ролик. Из этой секунды до этой секунды для того, что я делаю. Напишите. И автор, я думаю, что нормальные, адекватные авторы идут на встречу спокойно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова